Ну, наверное, второй этап гражданской войны будет связан с другими именами, но имя Сухова, оно ведь прошло через вообще, через годы, через десятилетия. Это действительно имя, да? Если, да, будет возможность, вот в этом, в 17-18 году мы попробуем пройтись по местам, где были бои отряда Сухова. Почему? Потому что на сегодняшний день приезжают к памятнику в тележихе туристы и спрашивают местных жителей, кому поставлен памятник. Памятник стоит на месте, вот где располагался наш штаб, дом сгорел купца Тоскаева, там сегодня памятник поставлен ребятами строительного техникума города Барнаула. И, значит, местные шутят. Местные шутят так. Да, это вот братки, банк грабанули в Барнауле, сюда пришли, их тут прибили, вот братки потом своему памятник поставили. Такие легенды пошли сейчас, которые вбивают в голову. Это современные легенды. То же самое происходит и после того, как туристы, проехав по местам боев Сухова до Тюнгура, приезжают ко мне в музей и спрашивают, а это правда, что они друг друга порубали? Как? А вы это можете представить? Ну так там же были все нерусские и они там друг друга порубали. Ну вот я тогда спокойно говорю, присаживайтесь, я вам расскажу и рассказываю, как все происходило. Потому что у нас в 1967 году прошел опять же такой комсомольско-пионерский отряд по местам Сухова, но в его составе была жена Михаила Прокопьева, ой, подождите, Петра Федоровича Сухова, Ольга Прокопьевна. И в 1967 году перед селом Тюнгур Ольга Прокопьевна все-таки попросила раскопать могилу Сухова, что это мой ли муж, о котором так хорошо рассказывают и в Катанье, и в Тюнгуре, рассказывали только хорошее. И обо всех бойцах тоже рассказывали только хорошее, о суховцах именно. Раскопали, и Ольга Прокопьевна узнала, что да, останки, косточки, но это муж мой. Она знала, как его познать. А Катуль подмывал уже этот берег, и было принято решение, что командира перезахоронить бойцам. Поэтому то, что сегодня рассказывается, что они друг друга постреляли, это сегодня сочиняется. Но то, что они там всех грабили, то, что они там всех известовали, это тоже сейчас пишут. Жители Катанды не шли на разговоры очень долго, и только уже перед смертью со мной дедушка из рода Архипова, потому что я сама Архипова, он мне и сказал, что да, мы раздевали их, разували, искали золото. Это было вот нехорошо с нашей стороны, грех, конечно, мы это бы никогда не одели. И еще в сил запомнились подводы, очень много подвод и очень много убитых. И это перенеслось на 19-й год, когда долгих разбивает отряд Кайгородова в Катанге. Но на самом деле... Это уже через год. Да, это будет через год, правильно. Год-то. Да, прямо год-год. Что там было? Но именно вот подводы, которые были у Сухова, они и были заполнены Суховцами потом. И вот сюда к Тюнгуру будут подвозить очень много убитых-то. Кто были ранены, их сюда подвозили, тут же их добивали прямо. То есть память у людей все перемешалась. В памяти сегодня много-много изменений. Но это будет Тюнгур. А вот Кайгородова все-таки убьют, я так скажу. Ну, давайте тогда по порядку вторые и третьи легендарные имена гражданской войны Горного Алтая представим этих людей. Для меня было удивительно то, что первый полк отряда, значит, Третьяка, вот этот командир нашел... Ну, Третьяк уже в 20-е появился. Да, все-таки горноконная дивизия будет даже, да, был Никифоров. Это Черюшевский район, а это станица казачества. Были красные казаки, ничего в этом удивительного. Да, вот в том-то и веке, и вот это стали забывать. Вот это стали и на сегодняшний день забывать. И поэтому вот Никифоров, он организует мужиков как-то очень быстро и ловко. И если ему не хватало, как сказать, солдат и оружия противостоять в станице Черюшской, вот именно, войскам, а они туда прямо как намет казачкам-то лебли, да, то тогда он призывал на помощь наших сибиричихинских мужиков и тележихинских. И вот теперь смотрите, что происходило. В тележихе было создано два отряда по 100 человек. А потом... В каком году? Это 19-й год. Татьяна Григорьевна, родная, милая, давайте не проходить все-таки вот... По порядку надо. Вот что происходило за этот год. Давайте не торопиться. Давайте вот следующий этап все-таки, смотрите, вот продолжает Полтай, вот когда подавили отряд Сухова, начинаются вот эти вот зверства Сатунинцев с его дружком Лебедевым Корнетом, как пишут, что он был там горелообразной дебильной формы. Ну, это тоже могут врать, но тем не менее, они зверства устроили. Там сохранились память о них в Ангудае и так далее, как они там выпарывали и стреляли там людей. Вот, при них же где-то параллельно или с ними появляется фигура Кайгородова. Тоже знаменитая фигура. Вот о нем, я думаю, не врут, вот что пишут, что он был, во-первых, полуалтаец, полурусский. Отец у него был русский, а мать теленгитка, вроде так. И он среди местного населения алтайского именно считался как свой Кайгородов. Он начинает свою деятельность с Сатуниным. И, пожалуйста, вот этот вот период до уже, все-таки, вот что происходило. И в это же время появляется директория, колчаковская директория, которая пытается образумить, кстати, этого Сатунина за его зверство и взять по свой контроль. Его даже арестовывали и увозили в Омск. Но потом отпустили. Такие вещи происходили. Ну, хорошо, то есть, ну, не будем торопиться тогда, хорошо. Вот. И алтайские вот эти вот все группы националистов с Чоросом, или кто у них там командовал, я не знаю. Гуркин там был. Гуркин, кто он там был вообще? Он, наверное, не основной все-таки был, интеллигент, интеллигент. Но, видимо, в идеологии. Ну, группа вокруг него была. Вокруг него все-таки, да. И так, здесь, что дальше, просто все поняли, что советской власти вроде бы как нет. Вот, вроде ее разбомбили. Ее нет, да. Но мужики остались при своем мнении. И они потихонечку начинают готовиться к войне. Потихонечку очень. Но, что интересно, кузнецы куют пики. Связь налаживают с подпольем города Биська. И вот эти вот заготовители, о которых я говорила, они прям так идут. Что здесь еще происходит? Самое страшное, что рожденных 1899 года, 98 года, начинают призывать в Колчаковскую армию. И начинается вот на этих заимках зимой много народу. Я тоже это представить, как бы мне тяжело в снегах, где-то там. А укрываются. Вот именно родители своих сыновей укрывают от непонятно какой войны. И за кого они должны воевать. И кто такой Колчак? Никто ничего понять не может. Объяснить тоже. Ну и прошедшие здесь Сатунин со своими тем самым штабс-капитанами, они, видимо, симпатии особых не вызывали. Не вызывали. И вот здесь было, я такой пример вам приведу. Вот моя деревня Туманово. Бабушка рассказывает. Так вот, посадили Поросковью, Доню на коней, куркурумцы-то. Да поскакали в сторону Барсукова. Первый-то отряд проехал, а чего эти-то двое остались? И они так и выжидали, что вроде бы и люд-то уже разошелся. Они там директивы какие-то им раздали. И вот этих двух женщин посадили к себе вперед на коней и поскакали с ними. Так только случай-то их спас, этих женщин. Что мужики-то наши, между Барсуковой и Туманово-то, стали возвращаться. Видят, что основной отряд проехал. И уж хотели на дорогу выезжать. Глядят, еще двое скачут, что-то че подвоено на одном коне-то. Они взяли да просто так, чтобы ужнули, а те спешилися, спешилися. В домой-то приезжают мужики-то наши, а мы тут все ревом-ревем, вся деревня. Двоих баб-то увезли. Они говорят, ну не плачьте, сейчас, говорит, тогда придут ваши. Вот такое было. И вот именно они переживали, что все сарафаны, вся одежда у них, это была спора на перина, там, у кого-то там, да все это было разрушено. Подушки перины вот именно куркурумцами. Потому что все это из сундуков вываливалось, топталось лошадями прямо вот все это. Чего они искали, так и непонятно. Это происходило, ну кто в деревне жил, на заимках то же самое. И здесь о национализме тоже можно немножечко поговорить. Но такой пример. Дедушка у меня был обучен другому языку своим другом-алгакам. И научился дедушка управлять лошадью. То есть у него лошадь могла на все четыре ноги упасть перед ним, и он мог на нее сесть. Как? Это уж я не знаю. Но дружба с алтайцами помогала. Вот. И когда моему деду, не знаю, в каком это было году, было сказано расстрелять вот этого молодого алтайца, А я, говорит, повел его подальше, подальше. Я, говорит, сейчас стрельну, а ты убегай. Пока шли, обо всем поговорили. Где живем, да как, да по-алтайски поговорили еще. А я-то там-то, там-то. И он, этот молодой алтайец, потом спасет жизнь моего деда. А потому что он будет скакать к заимке в Ивановку и кричать, «Ефимша, если ты здесь, спасайся». И дед мой Ефим в одном сапоге через окошко створчатое выпрыгнул и ушел, и спасся. Она вот такая была война, вот эта вот. Но тут сложно сказать, что было зимой. Только я к тому, что вот здесь вот у нас есть сведения о том, что еще в 18-м году в горах Алтая все-таки боролись за советскую власть и готовили вооруженное восстание против Колчака. И вот одной из форм работы среди населения были листовки. И листовки, они были, если рукописные, то на березке. Они не уничтожатся. Причем были шифровки, непростые еще шифрованные. А вот это, это вот у нас 18-й же год, да, сентябрь 18-го года. Это ответ на листовки, на печатные уже, шрифт набранный был специально в 18-м году в ответ на то, что стреляет во Владимира Ильича Ленина. Да, у нас уже из этих листовок знали, что Владимир Ильич Ленин был ранен. И в ответ на это, значит, с августа, в августе 18-го года это произошло. А вот здесь уже все это знали, и благодаря листовкам. Листовки были, значит, распространяемые по всем деревням. Потом будут печататься уже листовки более обширные. Ну вот поселок Александровка, деревня Александровка, 21 августа 1919 год. То есть будут рассказывать, что там происходило именно в 1919 году. То есть глубинное народное движение на Алтае, оно же было, в принципе, на... Ну, по крайней мере, не на стороне Колчаковщины и не на стороне этих алтайских националистов, скажем так. Вот я искала глазами, вот он, сентябрь 18-го года, фронтовики, сторонники советской власти. Да, да, да. И подписывается пункт Горная тайга. Вот и пожалуйста, что они, к вам, беднякам, середнякам, крестьянам. Люди принимали советскую власть, уже и понимали, что если ее разбили, то надо ее как бы возвращать. И причем пишут, что эсера-белогвардейская власть под видом союза охотников создает в селах уладские дружины. Вот о чем я и говорила. Их называли то дружинами, то милиционерами. И при помощи этих вооруженных дружин творят кровавые расправы над сторонниками советской власти. Да, да, да. И мы, преследуемые фронтовики, предупреждаем вас, не будьте палачами, предателями. Долго на насилии, на кровавых расправах власть не продлежится. И что советская власть вновь остановится в Сибири, что она даст то-то, то-то и то-то. А потом, да, уже вот этот набор как раз детей в армию, он, думаю, что и сыграл огромнейшую роль, что их надо было укрыть, схоронить. А потом, здесь же вот в 18-м году, правда, было тяжело, еще тем, что сбор советская власть провела, продовольственный. Так? Вот потом отряд Сухова идет. Да, да, да. А потом Сухов погибает, здесь уже людей собирают в армию, колчаковскую, и опять продовольствие. И лошадей, и лошадей, и лошадей. А как же? И все, и тут уже выбора вообще не было, тут уже многие стали за то, что должна быть какая-то единая власть, а не двоевластия, как это было в деревнях. Вот, и куркурунцы-то как раз они тоже роль большую сыграли, националисты. Я бы даже сказал не так. Все-таки даже в короткий период существования советов, хоть они там были разрозненные, хоть они были непонятные, но где-то советы были, но они какие-то проблемы-то пытались решать, организационные. А эти-то, сатунинцы там, и куркурунцы и все, это же чистый грабеж и насилие. Да, они хотя бы, вот именно что детей-то они, ну как сказать, не забирали же в армию тогда. Да, колчаковцы еще начали мобилизовать насилие по дружью. Им говорили, вот говорили, ну забирайте нас, мужиков, которые мы воевали, вот мы с фронта. Нет, вы уже стали тут подозрительными. Приходили в деревню, накрывали деревню, просто всех юношей там и пацанов там, мужиков всех сгоняли и под ружье. Если кто-то прятался, начинали там карательные мероприятия. И вот эта вот зима, зима, еще и насколько вот по рассказам Деменцев и жителей Александровки знаю, она позволила вот в это время перенетянуть на свою сторону алтайцев, охотников, промысловиков вот этих вот. Вот эти встречи в тайге, как бы нечайные. А порох тебе надо, все даже русские брали, порох всегда все. И вот начинали рассказывать, разговаривать. И они очень по-доброму рассказывали, что, да, вот их на службу принял такой-то, такой-то, они будут служить такому-то, такому-то, он обещал нам то-то, то-то, то-то. И вот здесь вот нам надо тактично перевести его на свою сторону. Вот кто такой, мы с тобой встречаемся сколько уже раз. Я тебя когда-то там наказывала, или как, мы с тобой дружно всегда. Мы эту тайгу-то делили, ты здесь стреляешь, ты тут, ты почему теперь в меня-то будешь стрелять? Я в тебя стрелять не буду, ты в меня не стреляй. Вот так вот даже шла речь уже тогда с алтайцами. Это было тяжело. Но здесь еще алтайцы всегда противостояли казахам. И вот когда казахи, если только вот у нас и бога, да, нет, иконур, иконур, там казачество как-то было. Казакам? Казаки, казаки. Казакам. Казакам, да. И вот тут вот надо было нашим разборчикам подходить к каждому человеку. Казаки-то с алтайцами не уживались, да? Нет. Старая вряца нормально, старая вряца, а казаки нет. Вот, поэтому тут не так все просто было. И опять же, ну давайте к весне 19-го года. Да? Весна 19-го года. Казалось бы, надо пахать и сеять. И здесь многие заговорили о том, что надо заниматься. Но в это время в кузницах работали кузнецы, что в Сибири-Чехе, что в Александровке, стали ковать. В это время как раз Кайгородов, по-моему, оставил свои следы. Здесь что происходит? Кайгородов делает так. Приезжает в деревню. Это по рассказам Михаила Прокопьевича Гементьева. Имел он звание Есаур. Он мог себя... Полный георгиевский кавалер. Вот так про него написано. Вот даже так. Но он в разных деревнях мог себя представить по-разному. Как он делал? Приезжает, собирает, значит, объезжает всех людей в деревню. Вот это будет... Пусть это был черное, но... Потом точно так же будет и в селе Туманово, но в 21-м году. Ставят на улице два стола. Так, кто желает, ко мне в отряд записываемся. И, значит, туда, ну, желающих не так уж и много. Он говорит, что будешь ты одет, а будь. Представляете? Одеть, а будь, уже было нечего. Да, записываются, стоят. Вторая очередь. Те, кто не хотят, но всех переписывают. Вы будете поставлять ко мне в отряд уже, значит, продовольствие и сено, и лошадей. Сюда все записываются. Но в единый котел сгоняют всех потом. Без разницы. Добровольно, недобровольно. Всех садят на лошадей, которых подведут потом сюда. Так вот в черном оно и было. И все. И забирают к себе в отряд. Я не сомневаюсь, что так было и во всех деревнях тоже. Правдами, неправдами. Ну, там сгоняли, загоняли. Так же, как и колчаковцы. И вот пусть, раз мы о нем заговорили, вот свидетель, Михаил Прокопич Дементьев, мне рассказывает. 21-й год. Это была весна. Картошка уже взошла. Значит, где-то июнь, да? Июль. Начало июля. Кайгородов благополучно со своим отрядом приезжает в Туманово. У сборни всех собирают, всех переписывают. Обязательно всех переписывают. Добровольно, недобровольно. Какой год? 21-й год весна, да? 21-й год. Не знаю, где-то 21-го года. И мужики тумановские, так как это учитель, призванный, учитель вставать, привезенный из... Да, он изначально был учитель, потом пошел на фронт. Из фронта вернулся уже вот таким, да? Нет, 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 Михаил Прокопич не говорит. А, Господи, я про Кайгородова. Нет, нет, нет. Но пока вот я про Михаила Прокопича. Мужики тумановские, которых переписывают, его оттесняют от этой переписи. Они и думают, как его спасти. И мне говорят, гляди, ты будешь делать так же. Я смотрю, один парнишка молодой, штанишки снимает, прямо тут при всех, и в картошку. В картошку, вот, дом, где сборная, и тут, значит, огород идет. И ты, говорит, так же сделай. Как, говорит, я учитель смогу это сделать? Люд собрал, женщины, ребятишки все, как, говорит, мне. Ты, говорит, это сделаешь, ты нам нужен. Ты, ты посмотри, ты будешь нас учить. И вот здесь, вот, говорит, что они с такой уверенностью было это сказано, Гурьянам Пушкаревым, говорит, мне. Как, говорит, вот прямо, что вот советская власть-то будет, ты как же будешь это... Кто здесь будет еще учительствовать? Как тебя любят, как тебя уважают, ты не должен быть записан. Ну, смысл и не понял, ну, что без штанов картошку, и что там, как он спасается потом? Ну, как будто его живот прихватило, и он присаживается, а потом, ну, между этих, пройти же солдат кайгородовцев, надо это пройти-то, да, кайгородовцев, и вот он, и потом про него благополучно забывает, потому что здесь начинается суматоха, организованная специально, понимаете, чтобы спасти Михаила Прокопича Дементьева. И он всю свою жизнь благодарит потом, вот, потому что они оставили его, деревня оставила его в живых, вот таким способом, но оставила в живых, представляете? Типа, иди до ветра в картошку, и засуетились, и спасли так, да? Уйдут булыгины, уйдут два брата булыгиных, к белым, они уйдут. Еще несколько человек из Туманово, добровольно, недобровольно, я сейчас уже сказать не могу. Но после того, как кайгородов побывает, вот именно в 19-м году, во всех деревнях, будут уже организованы из мужиков, фронтовиков, отряды. Потом это будет, потому что говорят, что подпольная организация, это какие там подпольные, просто они оба чем вооружаться, а чтобы только свою деревню защищать. И вдруг, по примеру, именно чирыжских мужиков, это обнаружится, что невозможно сделать. Без наших сибиричихинских отрядов и тележихинских отрядов, оказывается, чирыжские не могут одну свою деревню отстоять, потому что 700 человек, самое малое было, теперь уже, пусть у этих колчаковцев, казаков и куркурунцев вместе, а то и до 2000 отряд мог растянуться от Солонешного до Топольного. И вот поэтому здесь они начинают прозревать, как мужики, когда держат поражение. Вот у куиганских, Александровских мужиков поражение было именно в куигане. Уважаемого человека, ну, Макрушина, увидели болтающегося на воротах сборни, потому что его избили, истязали, потом повесили. И вот... Вот что они хотели, вот эти вот, пригородовцы, колчаковцы и куркурунцы? Запугать. 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 Это чистый террор населения. Да. Это было только запугать. Запугать, чтобы отдавали продовольствие, отдавали своих детей. Такой никакой цели они не ставили. Хотя сейчас я тебя почему спрашиваю, если любой, кто откроет историю гражданской войны Горного Алтая, увидит фамилию Гогородов, сейчас из него делают Бога. Там он такой был благородный, он такой был защитник населения, что он имел свою программу, которая будет давать алтайцам жить, свои районы, каждый будет хозяином земли, и так далее. Что он там даже программу имел. Да, он хотел республику, училить собранную республику. Республику, да, да. Хотел научить. Ну и Сатунин еще хотел отделение Горного Алтая, и он этим каркрумцев и завлек. Они ведь зимой там вот этот сено, вот этот лошадей и сено будут везти по Чуйскому тракту, они будут укрываться в монгольских монастырях. Кайгородов, кстати. Но он имел связь с этим, с Унберном. Да. Это тоже об этом. Вот. А еще я хочу о Кайгородове сказать. Знаете, какая слава, может быть, добрая идти? Потому что на сегодняшний день путают еще одного Кайгородова с тем Александром Кайгородовым. Я не знаю имя этого, но был отряд Чон Кайгородов его возглавлял. Да. Был отряд Воронкова. Однофамилец. Долгих и однофамилец Кайгородова возглавлял отряд Чон. И вот как раз о нем-то, об этом отряде Чон Кайгородова были очень хорошие разговоры. Мужики наши солонишинские были в отряде, у Долгих не было наших мужиков солонишинских, а вот у Воронкова и у Кайгородова в отряде они были. Я тоже с этим долго разбиралась, я не могла понять, как, говорю, это так. Вот бабушка рассказывала, что значит там Пичогины, там еще фамилии, вот сейчас этих у нас даже в районе нет, друзья деда моего и были у Кайгородова. Я тут уже заподозрила, а деде могла хоть что подумать. Потом стала разбираться, потому что в это время, вот был 19, значит, да, еще 18, нет, 19 уже год, и моего прадеда зарубили в Казанде, это за Элинова. Он как раз сгонял скот с Альпийских лугов, чтобы дальше, как всегда, при прежней жизни гнать на Енисей скот, подошедший скот с Монголии, соединять и гнать на Енисей. И вот деда Павла зарубили шашкой так, что, в общем-то, у него только, как говорили, шейное тело осталось, и все. И дед постык, алтаец, закопал его снегом, сказал, придет весна, значит, приедете, откопаете, похороните, увезете домой. Но по весне, 19, в общем, вот этого не случилось, потому что дед, значит, когда его раскопали, увидели, что он жив и прям живой. И еще постыку-то говорят, ты молился, что ли, на него, он вообще, вот как живой лежит-то. А с Исой, сын вот этого Павла, упал на него в грудь, ну, сердце зашлось, тоже плохое ему стало, и потом похоронили его там, в Казаньде. И вот дедушка постык, он долго ухаживал за этой могилой, и потом сказал, похороните меня в Павлу, рядышком от родного бабушку. То есть, вот, понимаете, как-то вот все вот это накладывалось. А мальчик, который с дедом, с Павлом, он с этим был, зарубленным, да, прискакал в туман, он все это рассказал. Но судьба этого мальчика тоже трагична. Его потом опять тоже зарубят. Его опознают в Турском и зарубят опять. Кто? Не знаю. Вот, через год, через год это случится. И вот, как бы, мужики уже были готовы к тому, что надо противостоять этой силе. И когда стали погибать, они ведь стали погибать, когда стали противостоять, потому что маленькими отрядами отстоять своей силой не были не в силах. Понятно было, что у нас было объединено. Надо стало. И, например, по примеру, чирыжских все-таки мужиков, они, которые держали, ну, как бы войну, да, даже, как они говорили, война велась на чирыжской стороне. И они в Сибири-Чихе организовали вот у нас четыре отряда по сто человек. Вот это да было, да, представьте. Пики были готовы у них уже. Пики, пики только. Они даже, как бы, старались, чтобы дождаться, вот именно цепь, как вот они рассказывали, цепь ложится белых, а мы не идем. Выжидаем, когда белые пойдут, а потом уже, вот тут несколько раз стрельнем по ним, чтобы они побежали. А потом пики. Больше нам, говорит, стрелять-то нечего. Я что-то маленько не понимаю. Вот вы говорите, чирыжские мужики и чирыжские казаки. Там были и казаки, и мужики. Это разные понятия, я так понимаю. Мужики и казаки, это разные понятия. Вот давайте староверы у нас в основном. Вот смотрите, даже... Чирыж, это вообще что за... Давайте к тому, что... Там все-таки станица Чирыжская, да? Так, так, так. Вот. Казаки могли взять, жены казаки, наших девушек-старообрядок. Так оно и было. Но девушки могли выйти, значит, замуж, а женщины могли казачки, ну пусть казачки, да, мужиков наших к себе перетянуть, понимаете? Это наши старые веры люди там тоже были. Верь бащелак, малый бащелак, большой бащелак. Даже в самом чирыжском старообрядцах было предостаточно. Судить так просто, конечно, нельзя. А это нельзя. Среди казаков тоже были те, кто... Казаки, и вот, например, можно... На той стороне и на другой стороне. Вот у нас есть рассказ о том, что произошло. Дело в том, что отряд Ивана Липантьевича Никифорова организовался. И в это время, значит, в малом бащелаке идут бои. И небольшой отряд собрал в своем селе Сосновский казак, да, вот читаю, Сосновский маяк, называлось село так, казак Матвей Кондратьевич Назаров, воевавший до этого на фронтах Первой мировой войны, а после приезда домой, сагитировавший своих земляков, казаков, выступить в защиту советской власти. Вот и все. Только что же сделает Матвей Кондратьевич Назаров? Дело в том, что во второй половине августа... Да нет, нет, еще не во второй. Четвертого августа это произошло. Либо второго, либо четвертого августа, значит, он прибегает в село Сибиричиха и говорит, что хотите со мной, то и делайте. Но я сто человек зарубил казаков. Он был пленен на Чижижской земле. Он должен был их этапом прогнать в сторону Биська, либо в степном районе действовал отряд Архипова. Вообще он должен был туда вроде бы идти. Нервы у него не выдержали. И он их еще вдвоем порубили. Тоже известная история, да. Такая вот история была. Мужики из Сибири-Чеховского его осудили, конечно. Но дело было уже сделано. Уже ничего назад было не вернуть. И поэтому мы всегда говорим, что Матвей Кондратьевич Назаров, казак, да. Он потом будет воевать. Вот в дивизии. То есть он, в принципе, выходец из казаков тех же. То есть он порубил своих. Ну, прям буквально тихий дон шолохал. Малиновый лог сегодня в Сибири-Чехов, кто едет. Если кто знает, куда посмотреть, там в 90-е годы крест поставлен. Мы их только в бинокль там, конечно, можно посмотреть. Казаки сейчас со станицы Чижижской туда приезжают в августе. И 2-го, и 4-го августа приезжают, поминают. И говорят, что там не 100 человек, там 500 человек. Это всегда так. Как 500 человек могли противостоять вот двум. Это я сомневаюсь. 2 человека было не порублено казаком Назаровым. Он привел их в Сибири-Чиха. И как будто на поруки их разобрали местные жители сибири-чихицы. Они вдвоем спаслись и рассказали о случившемся. Такая история. Вот. Но мы, наверное, будем говорить о том, что все-таки у нас серединар был создан на тряд Кокорина Петра Дмитриевича. Я думаю, давайте рассказ о том, как уже приходила обратно советская власть, ставим в третью часть. Согласны? Закончим на этом. Значит, Кайгородов у нас перейдет тоже на третью часть. Сатунин с этим, они погибают в это время. Их где-то там, я не помню, в этой обстановке. Сопротивление, видимо, алтайских. Жутко. Я когда разбиралась, я по дням разбиралась, вот когда, что 2 августа было вот здесь, вот, например, да, в Сибири-Чехии. Колчаковцев тоже вышвырнули в это время, в конце 19-го года. Они рвутся на Чуйский тракт, прямо им туда вот надо. И через наш-то, они, в нашу Солонешинскую-то землю, они прямо вот сочатся через Солонешиную топольную. Здесь начинается обратный процесс. Когда разгромили колчаковцев уже, и конец 19-го года, начало 20-го, уже начинается обратная поступь. То есть начинает наступление Красной Армии и сопротивление вот как раз остатков тех, кто Кайгородов там продолжает войну. И продолжим в третьей части. Спасибо.